Всё, опускайте, гранаты вниз, потом вниз, гранаты ко мне в машину. Снабженец спецрот и мангуст по прозвищу Шурави только с передовой. Про себя шутит, словно заговорённый. Там, в районе Сокольников, вот уже сутки бой. Блокпост, окружённый с трёх сторон украинскими войсками, из последних сил удерживает единственную дорогу на Славяно-Сербск. Вины под зал. Вины под зал туда. Не пусть они взрывают. По ней Шурави подвозит на фронт боеприпасы и сигареты. И то, и другое уходит подчистую за несколько часов. Престарелый УАЗик прочувствовал эту дорогу всеми своими рессорами. Пятый рейс за сутки. Как говорит Шурави, едем в самое пекло. С нами в машине подкрепление. Четверо бойцов. Ещё не обстрелянное. Последний резерв. Там на передовой роты несёт потери. Для новобранца Андрея с устрашающим позывным «Череп», производное от его родного череповца, это будет первое боевое крещение. А Шурави же здесь с самого начала. Обстрелами не испугать. Для него война стала философией. Как не воймать? Они нас бы врали, что они бы истребили всё. Для них 9 мая же не святое. Во второй половине 80-х он выполнял интернациональный долг в тогда ещё Демократической Республике Афганистан. Оттуда и позывной Шурави. В переводе с фарси – русский. Из его родного Дебальцева одна половина бывших афганцев ушла в украинскую нацгвардию, другая – в ополчение. Шурави во всём винит Америку. Так он разговорами за геополитику сокращает изрытую миномётными снарядами дорогу. Перед въездом в зону боевых действий – традиционный перекур. Череп заметно волнуется. Что его ждёт там на передовой, вернётся ли на базу – никто не знает. Ну что, с Богом, пацаны, перекричьимся. С Богом, ребята. Ходи нас Господь. Ну, как ты сбывай, заходи. Притихший, вымерший славяно-сербск Шурави пролетает, выжимая с УАЗика последние соки, лишь бы проскочить с участки без деревьев, где машина как на ладони у украинской артиллерии. Бойцы, снимавшие страх шутками, теперь снимают автоматы с предохранителей и напряжённо вглядываются в пролески за рекой. С правой стороны, там на речке сидят угробы. Могут бы капать или снамира могут быть. Вчера ночью работали, там снамира и были те самые, пулемётчики. Сокольники, словно декорация к апокалиптическому фильму. В селе не души. С первыми залпами жители разъехались кто куда. Разовые перестрелки плавно перетекли в затяжные артиллерийские дуэли. Главная улица упирается в линию фронта как-то очень буднично и просто. Вот последняя хата, вот передовая. Вот эти цинги, пацаны. Цинги бери. Шуравис, но на грейс за очередной порцией боеприпасов. Без заговорённого становится как-то жутковато. Пожилой корректировщик с подходящим ему позывным бате скажет черепа по дороге на передовую простую вещь. В первом бою главное выжить. Не геройствовать, просто выжить. Вечер, сапу. Ребят, ну вечер! Накануне рота «Мангуст» отбила украинские танки. Те пытались переправиться через реку, зайти с флангов и замкнуть кольцо. Снова отступив на другой берег, украинцы стали утюжить позиции «Мангуста» и всех видов артиллерии. Батя приказал черепу не высовываться из окопа, пока не даст команду. Первый бой. Как ощущения? Ожущения? Ох, страшно. Вообще. Аж так адреналин играет. Страшно. Ну еще будем держаться. Блин, еще даже не с привычки-то с такой. Полтора месяца сидели. Так тактику проходили. Так ездили, так интересно было. А сейчас уже другое ощущение. Первые потери ополченцы понесли еще вчера на блокпосту «Комбат». Это название памятника бойцам Великой Отечественной. Двое бойцов подорвались на растяжке. Буквально в 100 метрах от окопа. Что случилось? Боего раного! Они нарвались на мину всего в 100 метрах от дороги, буквально у самых окопов. Скорую решили не дожидаться. Раненого отправили попуткой. На месте фельдшера не оказалось. Сейчас получилось, что один принял на себя все, а второго просто заполчил его. Поехали. Давай первую машину, погоняем к окопу и выносим ее. Погибшего никто толком не знал. Новичок первый день. Он же оказался последним. Кольцо на руке, значит, женат. Возможно, есть дети. Второе жить будет, сказали. Отвезли. Отвезли уже. Да, там ноги покромсало немножко, да. И живот, не знаю, покромсало или нет, но живой будет. От этих окопов до сокольников на прямки километров 6-7. Отсюда картина боя, как на ладони. Командир поста Андрей показывает, где свои, где украинцы. Так, вот наша позиция. Вот там уже нацгвардия стоит. Вот она. Сколько отсюда километров? Километров где-то 7, может, 5, ну, 6-5 где-то так. Для артиллерии это не расстояние? Это не расстояние. Они, когда делают выстрел, почти мгновенно идет взрыв от миномета. Накануне ночью пришлось и ему открывать огонь. В тыл передовым позициям зашла диверсионная группа. За эти высотки идет упорная борьба. Удобно корректировать огонь артиллерии. Видимость километров 10, а то и больше. Их сдала фонариками. Они начали светить. Я так понял, или карту, или что-то хотели глянуть. Ну, неопытные диверсанты, понятно, были. Куда мы их уложили? С каждым часом канонада нарастает. Это потрепанная пятнашка без номеров, только с передовой. За рулем боится с позывным заноза. Буквально перед выездом его контузило, поэтому заноза не говорит. Орет. Смотри, дальше перекрестка, если туда пойдет техника. Там мины положили, воронки, деревья повалены. Но я на своей проскочил нормально. В принципе, пройти можно. Да, только смотри, с левого фланга, как будешь по дороге идти, где-то на 11 часов, работают автоматчики. А на бугорке, с правой стороны, танк прямой наводкой бьет. Но проскочить можно, я на пятой передаче проскакиваю. Приказ командира оставить пост и всем на передовую. Угроза прорыва украинских танков и окружения реально как никогда. Вас сейчас снимают? Да, на передовую кидает, на передовую. На последний блокпост. Там есть небольшие фагеры, трехсотые. Вот мы едем менять их вместо них. Вот как-то так. На хозяйстве остался лишь один боец, новобранец, Виктор. Называть его Витей, Витьком, язык не поворачивается. Даже позывные к нему не приклеиваются. Матом не ругается, живет по уставу, разбирается в юридических тонкостях. Мне стали задавать вопрос, зачем ты сюда приехал. Когда начинаешь объяснять, ну, говорить человеку о том, где ты работал, кем ты работал, где ты учился. Виктор студент из Воронежа, без пяти минут дипломированный юрист. Сотрудник большой частной компании, сугубо гражданский человек. Полгода Виктор мониторил новости в интернете, особо не доверяя телевизору. И все равно, в итоге все бросил и уехал воевать. Они не понимают, зачем бросать теплое место. Вот в чем дело. Зачем бросать теплое место и уезжать в такую даль, бросать работу, учебу, когда, ну, жизнь не сахар, сюда можно приехать. А если жизнь сахар, то зачем сюда приезжать? Обостренное чувство справедливости привело его сначала в КПРФ, хотя больше считает себя левым социалистом. А затем сюда, в эти окопы, в которых Виктор мерзнет по ночам уже неделю. И в этот шалаш, где можно хоть как-то отогреться. Здесь все переоцениваешь. Радуешься кипятку обычному. Он категорически против подписывать контракт, по которому должны выплачивать зарплату. Виктор и здесь до мозга костей юрист. Если будут платить, он из добровольца превратится в наемника. А ведь ехал воевать за идею. Редактор субтитров А.Семкин